добрый день дорогие друзья и сегодня необычное видео и хотел бы поделиться с вами о том моменте который многие спрашивают почему в китае начали производить почему в китае принимается славянка почему ее не приняли в россии или же почему другие компании не приняли да нет попытки все эти были и те кто знает следят за новостями я начинал свою деятельность еще будучи в германии в европе тестировал различные моторы тестировал на предприятиях тестировал на заводах тестировал университетах делались проекты по электромобилям делались проекты по байкам и все усилия направлены на поиск инвесторов предпринимались но они все усилия всегда приводят к результату почему потому что первый вопрос который ставит инвестор это окупаемость проекта все попытки установить эти моторы на различные электромобили на различные транспортные средства дал показывали хорошие результаты то же самое по хорошие результаты канда тоже самое к россии результаты citroen и хорошие результаты визе который показал старые батареи дальности поездки больше на 25 процентов чем оригинальные новые твизи кто интересуется этим проектом на твизи было очень много заинтересованных лиц были материалы опубликованные на форуме любителей твизи тестировали этот автомобиль многие любители и желающие узнать о этой технологии мне предоставлялись записывающие устройства предоставлялись возможности протестировать люди приезжали делали тесты все это отображено но не на немецком форуме любителей твизи это можно посмотреть кто обладает языком или же возможностью перевести просто google или же яндексом переводчиком посмотрите эти материалы они открыты и тесты сами и отзывы тех людей кто участвовал в тестах за 7 лет продвижение проекта славянка на территории европы было проделано огромное количество тестов это тесты более 30 различных моторов на предприятиях университетах компаниях заводах производителей было сделано очень много различных проектов с различными автомобилями с различными байками мотоциклами что такое проект это попытка найти инвесторов найти заинтересованных лиц компании которые будут готовы инвестировать или начать совместное производство этих приводов для различных транспортных средств затем с целью выхода на коммерциализацию и выходы на рынке начиная с проекта мотор колесо известная сейчас как мотор колесо дуэнова я делал байки и показывал эти байки компания производящим электробайки мы делали тесты делая замеры разгонов замеры потребления дальности и принимались решения возможно ли начинать производство возможно ли закупать устанавливать эти моторы или нет выйдя на компанию эль мото потому что одной один из моделей которую я сделал 2015 году это было эль мото 1 и продемонстрировав этот байк компании компании заинтересовалась характеристиках этого байка и предоставила мне бесплатно байк номер эль мото 2 который я уже демонстрировал на выставках монако 2016 2017 года были произведены тесты были произведены замеры и был большой интерес я встречался с инвестором этой компании и первый же вопрос который был самым интересным для инвестора это окупаемость этого проекта компания может производить год до 400 байков то есть потребность моторах это 400 моторов в год возможно ли окупить этим количеством те средства которые будут вложены в производство и это не маленькие средства на тот момент по подсчетам это выходило более двух миллионов евро окупится ли это производя 400 моторов в год нет конечно плюс можно продавать сказать в россии сколько байков можно продать в россии с этими моторами ну 50 штук до каждый будет счастлив получив мотор и установил на свой самодельный байк который невозможно зарегистрировать в которой невозможно поставить на серийное производство это все болтовня и разговоры которые не приводят ни к чему все производство сводится на рынок сбыта если этого рынка сбыта нет то и нет производства в итоге после трех лет выставок в монако и это было за в течение трех лет пять выставок 2016 году меня пригласили первый раз в таиланд а затем в китай после проведения очередных тестов китае мне задали вопрос да мы готовы закупать ваши моторы сколько стоит ваш комплект на тот момент каждый мотор мне обходился минимум 400 долларов только для перемотки плюс сам мотор и плюс контроллер на тот момент я использовал контроллеры куртис один контроллер куртис как вы знаете стоит 1500 2000 долларов автомобиль китайский малоскоростной которых миллионами производится в китае без учета батареи стоит от двух до двух с половиной тысяч долларов никому такие комплекты не нужны потому что их невозможно продать и первое что пришло на помощь собственный ответ мне нужно производство и я его начал устраивать уже в вейхае с помощью моих знакомых с помощью каналов и партнеров которые мне начали помогать в этом деле потому что были заинтересованные лица с одной стороны это компания denzel многие знают ее также китайские партнеры которые заинтересовались в этом не были предоставлены площади возможности тестировать эти моторы и в 2018 году запустилась первое производство моторов да 90 с именно за этот мотор мне было присвоено звание победителя соревнованиях тайшаньского первенства промышленности заменяет для компании были выделены гранты в поле 1 миллиона 800 тысяч юаней это не маленькие суммы было очень много наград и признание на уровнях правительства города на уровнях правительства провинции это технология начала входить китай в оборот и применяться на транспортных средствах 其中泰山產業领军人才補助就高達80万元让企业的着重成长 获得了更加充足的陽光雨露 威海青川动力設備有限公司是第一批入駐威海創新员节能 環保装备研究中心的企业速度慢电机效率低续航里程短等问题 公司与德国专家威克多合作有针对性的开发了一种新型高效交流电机得到了国外客户的认可 并以接到墨西哥等国际订单山东省泰山产业领军人才 此次环粹区给予高达80万元的重奖 让他和企业备受鼓舞对今后的发展充满了信心 我们尤其感谢环粹区政府给我们这次的奖励 这个奖励我们现在收到以后 这种器材 позволяет使用了很多企业 现在它们这种器材あー吗 套励 也在公司ữa车轮区我们的车iptỗ Ryan 这种车汽给移动了牌? 这种面يع种工作,是做得 ree制裁、这个裁盖密接种 Также производится электроскутер. Это завод Андес, который производит эти скутера с мотором DA90S. С мотором DA95S. Это новый мотор, который запустился в производство с прошлого года и занял свое место именно на мотоциклах. И начал применяться вначале на мотоцикле Liberty, затем на мотоцикле Coffee Racer и сейчас применяется еще одним заводом, который вы сейчас видите на своих экранах. Этот мотоцикл запускается сейчас в серию. Да, это успех, это признание на китайском рынке. То, что многие воспринимают эту технологию и отзываются нелестно о ней, это проблема людей, которые просто недальновидны. За короткий срок, начиная с 2018 года, когда началось серийное производство моторов по технологии Славянка, уже в 2020 году моторы DA90S были приняты на применение в скутерах мотоциклетного завода Андес. В 2021 году мотоциклетный завод Чанчинг Юпауа Моторс начал применять моторы DA95S для своих мотоциклов Liberty и Coffee Racer. Моторы DA90S DA100SL применяются в серийном производстве для солнечных гольф-каров компанией Solar Power Glory. И это только начало. С прошлого года была учреждена совместная компания мной и заводом Олвин. Это производитель ручного электроинструмента и также производитель промышленных электромоторов. С ним мы заключили договор, создали собственную компанию и эта компания будет заниматься в дальнейшем производством моторов со Славянкой и моторов для электроинструмента, точнее привода для электроинструмента и производством самих электроинструментов с использованием этих приводов. Так что следите за новостями, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать эти новости. Надеюсь вам понравилось это видео, ставите лайк и всего хорошего, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok